Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал. Начинаю новый влог. Снова я в ламоде в пункте выдачи. Это, кстати, мой лук на сегодняшний день. Такая куртка и еще вот эту сумку от Michael Kurs. Я ее обожаю. Все время таскаю с собой. Мне очень нравится. Она очень удобная. В общем, вот так вот я выгляжу. Вот. Не знаю, зачем я это вам поснимала. Наверное, вам интересно. Надеюсь, что вам будет интересно. Покажу вам сейчас свой заказ. Выкупила я все, что примерила в этот раз. Ну, вот как-то так. Нужно мне сейчас немножко изменить свой гардероб. Первый раз, кстати, я вижу, что вы бирку прикрепляли именно вот таким образом. Для меня странно. В общем, это костюм, юбка и кофта. Что-то я тут делала непонятное. Вот. Мне очень понравилось, как это выглядит, качество, как сидит. Посмотрите, какая клевая юбка. Даже если кофта, там я ее заменю, можно черный бадлончик одеть. В общем, сочетать можно по-всякому разному. Мне очень понравилось, как все сидит. Это 46 размер. Но на самом деле, если бы был 44, то юбка слишком бы меня утягивала. И я сейчас размер беру побольше. Ну, чтобы не видели, где были мои вот эти все складки, знаете. Вот так вот сидела. В общем, супер. Сейчас я выпрямлю, покажу, какой длины вот эта вот серенькая кофточка. Но по мне так очень даже. В общем, я, как всегда, без белья. Я извиняюсь за это, но так вот у меня выходит. Вот видите, кофточка у меня достаточно свободна. В принципе, юбка свободная. Хотя этого здесь не видно, потому что она черная. Она стройнит. Очень даже. Но мне кажется, видите, животик у меня есть. Я не беременная. Просто, ну, вот так вот. Просто вот так, девочки, и все. В общем, мне очень понравился этот костюм. Продавалась это костюмом. Купила я его за 1800 рублей на Ламоте. Это с учетом всех моих клубных скидок и всего остального. Из предыдущего влога, помните, у меня была серая курточка. Я ее приобрела. Я решила к ней заказать вот такой вот шарфик. Светленький, так как обувь светлая. И подумала, что как-то надо поддержать вот эту белую часть. В общем, тут пытаюсь вам показать. Это марка Зола. Пытаюсь вам показать состав этого шарфика. Но там что-то с полиэстером, насколько я помню. Честно говоря, шарфик тоже что-то недорого. В районе 1000 рублей. Вот 75 полиэстер и 25 вискоза. Но очень приятный. Такой вот светленький. В общем, светленький нашла только такой. И взяла еще вот такую сумочку. К ней еще идет ремешок. Стоила эта сумочка 999 рублей. И я подумала, что ну вот мне побаловаться. Вот самое то. Девочки, на самом деле качество очень хорошее сумки. Не знаю, насколько долго она прослужит. Есть вот такой здесь кармашек. И еще кармашек на молнии. Ну вот тоже к моему образу. В общем, все у меня такое серо-черное. Короче, серо-бело-черное. Что-то у меня вот эта весна у меня под таким цветом проходит. Вот так вот, да? Будет вообще супер. Мне кажется, да? Можно и белый бадлончик одеть. Можно и черный. Серую кофточку. Вот так называется марка сумки. Тут тоже поснимала. Я так, господи. Вот иногда смотрю на себя, думаю, ну что? Ну вот как вот так можно было сделать? Ну вот как-то так можно было. И взяла вот такой костюм. Стоил этот костюм 1750 рублей. Я считаю, очень даже недорого. Тут я пытаюсь найти бирку, чтобы вам показать состав. Идет он, брюки, кофта, вот состав 60 вискоза, 30 полиэстер и что-то там еще. Не успела. Не успела его смотреть, забыла, если честно. Такие широкие брючки. На самом деле сидят они очень хорошо. Это 44 размер. То есть достаточно, само по себе достаточно свободный крой. Видите, такая кофта широкая. И шапка к нему идет. Вот такая шапка. Мне, конечно, не очень понравилась. Я вообще думала, что шапка не идет в комплекте. И я была очень удивлена, когда в пакете оказалась еще вот такая шапочка. Ну, пусть будет. Видите, широкая такая кофта. То есть это именно крой такой, как бы немножко оверсайз. Поэтому я взяла 44, 46. Не стала даже примерять. Подумала, что будет слишком свободно. Мне такое не нужно. В общем, довольная, девочки. Все выкупила. Все, что мне нужно было. Это я с утреца. Это у нас в Санкт-Петербурге 11 часов утра. На минуточку. На самом деле, не всегда бывает так пасмурно. Не это самое. В общем, иду я. Сейчас поеду по делам. Потом еще мне нужно будет зайти в мясную лавку. Тоже покажу вам покупки. И забрать младшего сына со школы. Немножко подождать старшего. Потому что он чуть-чуть попозже у нас заканчивается. Не состыковываются графики. Наш знаменитый Лахта-центр. Кстати, стали строить. Уже начали строительство второй. Это еще не открыто. Там делается внутренняя отделка. Но второй уже строить начали. И будет еще третья. У нас такая башня. В общем, все будут разного размера, разного вида. В общем, красота. Не могу. Не, но она прикольная. Еще особенно вечером. Красиво смотрится. С различными подсветками. В общем, супер. В общем, я поехала. Но день сегодня, на самом деле, не такой удачный, как с утра с покупками. Потому что я в итоге повернула вообще не туда. Короче, я там заплутала. Туда, куда поехала. В общем, девочки, это нормально. Это я. Почему-то я не включила себе навигатор. Вот скажите мне. Я не знаю. Более того, я еще пока там лазила вся в багажнике. Багажником ударила себе руку. Да так, что я думала, что у меня просто почернеют все ногти. То есть я прищемила себе, получается, правую руку. Это вообще был какой-то кошмар, честное слово. Вот здесь вот я уже приехала в мясную лавку свою любимую. Поставила машину подальше. Прошлась пешком, потому что было время. И, конечно же, пойду покупать мясную лавку. То, что поснимала. Что у меня камера дергается, кто знает. Я не знаю. Ну, в общем, простите меня, девочки. Я, как всегда, не думаю ни о чем. Я просто снимаю. Вот это я уже иду забирать в школу младшего сыночка. Да, бывает, не совпадают графики. И либо мы сидим в машине, либо мы обычно куда-то идем, ждем. В общем, всякие графики, занятия и так далее. Все это, конечно, дело такое у нас. Вот именно поэтому я сейчас особо, кстати, не готовлю обеды. Потому что мы вообще приезжаем достаточно поздно. В пол пятого, в четыре. Иногда пораньше, конечно. Жду, ожидаю. Родители внутрь не пускают у нас. Поэтому мы стоим на улице. Так, уже дома. Давайте буду показывать вам покупки. Здесь, кстати, я сняла уже ногти. Потому что я боялась, что я там просто убила пальцы. Они у меня очень сильно болели. Вот на этой руке вот эти три пальца. Короче, я их прищемила. Мне кажется, если бы не мои длинные ногти, я бы, наверное, поломала бы себе все пальцы. Честно вам признаюсь. Я сняла, потому что побоялась, что у меня там все растрескалось. И, в общем, тут немножечко вы меня будете лицезреть без ногтей. Очень непривычно, наверное, да. Но все же, давайте вернемся к покупкам. В общем, красотка я тут. То есть я приехала, забросила все в холодильник. Побежала снимать ногти. Потому что побоялась, что там реально у меня все в кровище. В общем, купила говяжий фарш. Не захотела я ничего перемалывать. Купила кусочек говядины. Я ее прямо сейчас потушу. Вместе с солеными огурчиками и с лучком. Будет очень вкусно. Желочки отдам своим собачкам. Купила также купаты и свинины. Их очень любит мой муж. И здесь я купила немножко мяска для своих собак. Точнее, что это? Это желудки индейки, по-моему. Если я не ошибаюсь. Да, это желудки индейки. Тоже покупаем. То сердечки индейки, то куриные, то такие. То просто мяско какое-то даю. Ну, в общем, по-разному. И купила еще творог. Творога купила достаточно много. Тоже делюсь с собаками. Коты мне не едят творог. Они говорят, что это гадость. Дам собачкам. И, соответственно, сметанку. Творог я купила вообще для того, чтобы сделать сырники. Чем я сейчас как раз таки и займусь. В общем, буду готовить. Ну, уже на завтраке. Я не знаю что. Ну, просто буду готовить. В общем. А фарш я уберу в морозильник. Это мне... Так как я была в этом магазине, да. Я же не могу просто купить там кусочек мяса и уйти. Ну, это вообще ненормально для меня. В общем, накормлю еще сейчас мясом тоже. Видите, Бона стоит, ждет. Когда же, когда же, мать, выдаст по кусочку вкусному. В общем, начнем готовить. Здесь у меня уже жарятся сырнички вовсю. Я делаю их достаточно большими. Так любят у меня дети. Нажарила уже купаты. У меня в холодильнике есть греча и пюре. Одновременно. Вот так получилось. Поэтому, да. Просто обжариваю в специях говядину. Потом добавляю туда немножко водички. Соленые огурчики вот так нарезанные. И лучочек обжаренный. Все. И все это у меня тушится. Добавляю еще немножечко томатной пасты, специи. В общем, все, что вы хотите. Можно зеленушечки туда какое-то мясо. И получается очень вкусно. Соли только. С солью аккуратнее. Если у вас соленые огурцы. В общем, наготовила. Сырники у меня и на завтрак также пойдут. Еще немножко оставила творога на поесть. Буду убирать бардак свой. А это уже на следующий день. Я напекла блинчики, масленицы. Кто празднует масленицу, я всегда пеку блины. В этот раз у нас получилось так, что в школу я не пекла блины. Потому что, в общем, из-за выборов там всякие сокращенные дни, выходные и далее. В общем, видите, смотрите, что у меня с ногтями случилось. Пальцы болят. Видите, они покраснели вот эти вот. Так что не зря я сняла вчера быстренько-быстренько лак. Потому что, ну, в общем, побоялась, что там будет трещина. В общем, похожу пока так. Блины я делаю обычно молоко, мука, яйцо, соль, сахар. И в тесто я всегда добавляю на литр молока примерно 2 столовые ложки растительного масла. Перемешиваю и обжариваю с двух сторон. Больше не добавляю ничего, ни разрыхлителей, ничего-либо такого. В общем, самые обычные блины у меня получаются. Ну и что? Долго я походила без ногтей? И, конечно же, нет, сделала себе вот такой маникюр. Хотела как на двух последних ноготочках, но здесь что-то у меня пошло не так, как вы можете заметить. Ну, в общем, ладно, будет такой у меня маникюр. Я старалась как могла. В общем, все равно сделала себе длинные ногти. Вот такую вот красоту на двух руках. Сейчас покажу вторую ручку, как получилось у меня. В общем, вот такая вот красота. Тут вообще уже наляпала все. Правую руку я всегда, вот знаете, уже бесит. Под конец уже наляпаю, как могу. Кстати, клей вот для этих типсов я себе заказала еще вот такой на пробу. Но он очень жидкий. То есть нужно приклеить и держать. Я как-то об этом не подумала. Ну, в общем, посмотрим, как будут держать вот эти мои, как это, как они называются, гелевые типсы или как они правильно называются. Ну, в общем, вы поняли. Вот такой вот клей. Ну, это как база, как клей. В общем, посмотрим, как будет держаться. Да, вот такой, кстати, я использую обезжириватель. Я тоже заказывала на Вальберис. Не знаю, обычный, простой. По мне так все обезжириватели одинаковые. И меня часто спрашивают про помаду. В последнее время, всегда и везде я хожу вот с этой помадой. Просто сверху наношу либо бальзам, либо любой блеск, что-то такое. Он сушит губы, но он классного цвета. 842-й, лореаль, матовая помада. Одна носить нужно аккуратно, с ней нужно плясать и так далее, чтобы все это выглядело более-менее прилично на губах. Но мне так нравится этот цвет. И, короче, мне нравятся мои ногти. К ногти я сделала не просто так, а потому что мы с моей сестричкой пошли в театр ЛДМ, извиняюсь, на новую-новую сцену. Кто в Санкт-Петербурге, тот знает. На мюзикл «Демон Онегина». Это просто потрясающая постановка. С оригинальным звуком, в полном оригинале. Большее количество заснятого мной материала вы увидите на дзене. К сожалению, Ютуб не разрешает. Они тут поют постоянно. Ну, артисты, да? И Ютуб, к сожалению, не разрешает выкладывать такое видео. Поэтому оно будет на дзене. Постановка просто потрясающая. Зал аплодировал стоя. Это просто... Ну, мы с сестрой в полнейшем восторге. Мы еще сидели во втором ряду. Мы все увидели. И какие туфли, и весь макияж и так далее. В общем, было просто потрясающе. Все так классно сделано. Я не знаю, мы в таком восторге. Вот это с серыми длинными волосами, это как раз и есть демон. Он не сказал ни единого слова. Ничего не спел. Но он был просто потрясающий. Вот прямо всем демонам демон. Девочки, все артисты были очень классные. И сама постановка тоже очень классная. В общем, я не знаю. Если вы живете в Санкт-Петербурге, обязательно сходите. ЛДМ. Новая-новая сцена. Так и называется. Вот здесь уже под конец. В общем, зал аплодировал стоя. Ну, а я на сегодня буду с вами прощаться. Ссылку на это видео в дзене я вам оставлю под этим видео. Обязательно переходите, посмотрите. Действительно классная. Ну, я, конечно, не все снимала, да. Но часть этого мюзикла поделюсь с вами, так сказать. Вот. Всех люблю, целую. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok